Мы уже пришли. К нам потихонечку приходят подписчики наши узнать последние новости о самочувствии Алены, о самочувствии малыша. Татьяна Владимировна с нами на связи. Татьяна Владимировна только что познакомилась с внуком. Я увидела его впервые воочию, услышала его плач. Татьяна Владимировна, расскажите о ваших впечатлениях, как это было. Рассказывайте. Ой, я, во-первых, когда услышала о дочери, что я родила, это было вообще у меня прямо столько эмоций, слезы, радости. И когда я зашла в родзал и увидела малыша, господи, это было всё. Это вот такое вот, ну что-то вот непередаваемое, ребят. Это вот такое чувство классное. А какой он? Расскажите о двух словах. Какой он? Самый красивый. Богатырь, главное. Очень крепкий, крупненький, да? Крепкий, крупный мальчик, да. Ну, на кого похож, ребят, ещё пока неизвестно. Наверное, попозже. Сейчас чуть-чуть подрастёт, уже будет видно. Ну, как-то приблизительно хотя бы понятно, потому что когда Василиса родилась... А он говорит, что на меня мы с ним похож. А вам кажется, что попозже стоит проверить? Ну, наверное, да. Что говорит Алёна, как она себя сейчас чувствует? С Алёной всё хорошо, роды прошли легко. Ну, молодец. Так она держалась, всё нормально прошло. Очень много вопросов о том, делали она эпидуральную анестезию или самостоятельно полностью рожала. Вот вы знаете об этом? Я знаю, что анестезию делали ей, но быстренько всё это произошло, вообще быстренько. Она не ожидала, что так быстро всё стремится? Она не ожидала сама, что так быстро, и все врачи не ожидали, что так быстро. А что она говорит? Вот она, значит, прилегла отдохнуть, её положили спать. Что было потом? Что она что-то... Она почувствовала, что уже она рожает, позывала доктора, и доктор сказал, как быстро всё у тебя происходит. И её сразу раздал, на скалу положили. А сейчас она что говорит о своём самочувствии? Сейчас всё хорошо у неё. Но она говорит, ещё у меня как-то не видится, что у меня вот малыш что-то, ну, рядом, и всё тоже в таком состоянии. Но всё хорошо у неё, всё. Она быстренько отошла, всё уже кушает. Уже поела, да? А что она поела, вот что после родов можно? Принесли ей такой обедик лёгенький, там, супчик без зажарки, эти тушёные овощи, компотик, такое вот сейчас. Но сейчас, наверное, доктор придёт, нам скажет, что она можно кушать, что нельзя. Ей теперь надо поспать. Она, да, она говорит, мамочка, ты вот сейчас посиди с малышом, а я, говорит, чуть-чуть отдохну, потому что, говорит, как-то ночью всё равно у меня такая неспокойная была, переживала. Она знала, что она сегодня родит? Чувствовала, да? Да, она чувствовала, да. Она говорит, мам, я, наверное, уже завтра рожу. Вот вам, пока мы находились ещё вместе, вам приходило очень много поздравлений. И от Оли, вы Оле сообщили, и от Ильи, от всех-всех-всех. От вашей мамы, мама ваша звонила, мы ей ответили на звонок, кстати, сказали, что вы обязательно ей перезвоните. Она очень счастлива, она плачет, она в трубке плакала. Кому успели ответить? Кто вас уже вот к этому часу успел поздравить? Наверное, у вас телефон просто разрывается. У нас что у Алены, что у меня, просто разрывается телефон. Поздравлений очень много. Спасибо вам, ребята, огромное. Оля моя там просто на седьмом месте. Она говорит, какой день сегодня вообще. Там сегодня Дима должен приехать с отпуска. И у меня племянник, она говорит, просто такой день, говорит, мама у меня тоже там слов не может найти. Или я там на острове, я представляю, что она по этому острову носится. Да, тоже пишет, что так хочу увидеть, просто говорит. Он хочет увидеть, да? Он просит фотографии. А мы отслали. А, уже отправили, он уже увидел ребенка. Да. Что говорит? Ну, Елена Владимировна, почему ребенок в чужих вещах? Мы же там все это, ну, вы же говорите, что все купили, все подготовили. Но я ему объяснила, что в фродзале это все стерильно для ребеночка. А сейчас, после того, сейчас я привезу все вещи, и мы оденем ляльчиков. Ага. А он привозил Алене вещи вот как раз-таки для такого периода, для совсем новорожденных. Да, для малыша, для новорожденного, да. И Люка там что-то подкупил, и мы тоже подкупили. Ага. И он хотел, чтобы уже малыша сразу нарядили в то, что он привез, да? Да, он думал, что он сейчас родится, и сразу его оденут. Ага. А я думаю, почему, что это за одеяло такое? Ну, он счастлив, как вам кажется, вот по его реакции? Ну, конечно. Ну, как бы там ни было у ребят, да, их неотношения. Но ребенку, конечно же, каждый, он же понимает, что он папа. Конечно, он счастлив и рад, что родил для малыша у него. А когда он только вот, самый первый его ответ, когда он увидел фото, вот самый первый. Про вещи, да? Или какого похож, можно сразу сказать? Посмотрите, там ушки у него не торчат, а на кого он похож. Алена ему говорит, что, как-то она так сказала, что что-то от обоих взято все хорошее. Она, то есть, Алена с ним напрямую сейчас на связи, да? Ну, я с ней, я с ним разговаривала, Алена там... Ответила. Да. Она настроена нормально, там, что-то там, может, мама пускай мне звонит. Нет, нормально, я ей даю все сообщения, почитать, она там читает, то есть нормально. Хорошо реагирует, нормально, да? Все хорошо реагируют, нас тоже понимают. Здесь очень много вопросов о том, как малыша назвали, как назовут. Вот, я думаю, что Алена, скорее всего, объявит об этом сама. Но вот вы сейчас скажите, определилась ли она, вот что важно? Или она еще думает? С именем уже все определилась. Давно определилась? Да, она еще, вы знаете, наверное, полгода уже зовет его так. А, то есть, давно решила. Она решила давно. Значит, мы ждем новостей от Алены. Когда Алена нам сообщит, как назвала своего первенца, спрашивает, поздравила ли мама Ильи? Знаете, я так думаю, что Людмила Михайловна обязательно позвонит и поздравит. Ну, просто сейчас, как бы, Илья далеко приедет тут, наверное. Ну, я думаю, что мама в курсе. Ну, вы напрямую не сообщали? Илья сообщит? Я нет. Я даже сам он сообщит маме. Ага. Тут, значит, задают вопрос, будет ли Алена кормить грудью? Мне она рассказывала, что да, что собирается. Сейчас она уже покормила малыша или... Да, уже было первое кормление, да? Да, конечно. Я сразу приложила Аленочку к груди. И сейчас пока у нас нету молочка. Там, говорят, что на третий, на четвертый день приходит. А там все, да. Она что-то почувствовала особое? Ну, сказала. Ну, я говорю, что она, говорит, мам, я просто не верю, говорит, что со мной малыш. Просто, говорит, как во сне в каком-то. А вы верите, что у вас внук родился? Конечно. Ну что, я так ждала. Так, люди говорят, зря показали Илье сына. Ну, почему? Это ж, ну, как? Не зря. Это же его ребенок. Конечно. Мы же все люди все-таки, все понимаем ее. Как бы не было у ребят отношений там каких-то, ну, дети должны знать лицо папы. Задают вопрос, будет ли Алена сейчас отдыхать. Да, друзья, Алена сейчас будет спать. Татьяна Владимировна проведет время с внуком, пока Алена будет отдыхать. А Татьяна Владимировна только что об этом сказала. Задают вопрос, будет ли Илья на выписке. Татьяна Владимировна, если знает ответ. Мы еще не разговаривали, но я знаю, что, наверное, Илья в скором времени прилетит сюда, в Москву, с острова. Ну, естественно, придет. Конечно же придет. Ведь он будет в Москве. Ну, как он не придет? Придет. Вы бы хотели, чтобы он пришел? Как вы считаете, это будет правильно, да? Чтобы папа пришел и встретил? Конечно, все-таки он папа. Так, очень много вопросов про имя, очень много. Расскажите в двух словах, что за палата, в которой сейчас Алена отдыхает. Вот всем очень интересно, в каких она условиях. Очень много есть вопросов здесь. До этого тоже звучало. Что за палата, как у нее там комфортно, или вы будете с ней там все это время находиться, или будете навещать время от времени. То есть сейчас побудете, потом поедете к себе и потом вернетесь. Расскажите о ваших планах на ближайшие несколько часов и несколько дней, что Алена будет тут. Алена сейчас лежит в комфортной палате, то есть после родовом отделения, но палата комфортная. Я буду находиться с ней также сутками, то есть у меня посещение будет, буду постоянно с ними, то есть и ночевать буду там. Вот, все есть и все, что необходимо. И для ребенка, и для нас очень хорошая палата. А вы довольны центром, где Алена рожала? Вообще у нас доктор, это просто вот такая молодец, умничка просто. Вообще очень довольны и палатой, и докторами, и родзал такой вообще. Прямо все аппаратуры там чистенькие, аккуратненькие. Вообще все понравилось. Друзья, очень много было вопросов о центре, в котором рожает Алена. Алена рожает в центре Кулакова в Москве. Долго ли шли роды, задают вопрос. Мы уже рассказывали ранее, что роды прошли буквально за пару часов. Да, сами не ждали. Все быстро произошло. Татьяна Владимировна первая, кто узнал об этом, ей первые сообщили, она расплакалась. Просто говорит, у меня ребенок родил. Первое, что сказала нам Татьяна Владимировна. Очень много вопросов относительно фамилии малыша. Вопрос этот решен? Ну да, Алена уже решила для себя, что все-таки ребенок будет записан на ее фамилию. Это решение Алены. В этом случае, друзья, решать, конечно, ей. Почему не сказать, как назвали? Друзья, всему свое время следите за обновлениями. Алена обязательно сообщит нам, как она назвала малыша. Обязательно сообщит об этом вам, как только восстановится. Татьяна Владимировна не будет этого делать. Это должна сделать сама новоиспеченная мамочка. Отнеситесь с пониманием к этому, пожалуйста. Все очень много поздравлений. Пишет нам тут Алексей Купин, переписал поздравления, что он очень счастлив, очень рад за вас. Все поздравляют. Потом Алена, друзья, Алена обязательно посмотрит все сообщения, все без исключения ваши комментарии. Ей будет очень приятно. Не стесняйтесь, оставляйте свои поздравления, добрые слова. Ей будет очень-очень приятно. Что касается вопросов к Татьяне Владимировне. Кстати, Татьяна Владимировна говорит, что вы такая хорошая, что вы молодец. Есть такой комментарий здесь. Татьяне Владимировне очень приятно. Насчет фамилии. Друзья, мы вам уже ответили. Фамилию малыш будет носить Аленину. Он будет Савкин. Имя Алена нам сообщить всем чуточку попозже. Поздравляет вас Маша Кахно. Очень счастлива. Здесь очень много поздравлений. Очень много. Потом изучите все. Прочитайте. Относительно состояния Алены. Скажите, в ближайшие дни, мы так понимаем, состоится выписка. У нее же все прошло без осложнений. Значит, в ближайшие дни, сколько примерно ей здесь находиться? А мы сказали, по-моему, три дня. Значит, через три дня малыш уже поедет домой. Будет уже дома, где для него все приготовили. Алена не раз публиковала снимки готовой кроватки, пеленального столика и прочего. Вы уже готовы ухаживать за малышом? Уже все изучили? Да, мы все купили, у нас все уже есть. Ждем только малыша домой. Как вам кажется, какой у него характер, если можно так говорить, о новорожденных малышах? Все равно кто-то более крикливый, кто-то спокойный. Вот какой он? Ну, он такой, знаете, половину на половину, наверное. То молчит, то кричит. Ну, я говорю, он лежал возле мамочки спокойно. Я его взяла на руки, он стал это плакать. К маме положил, успокоился. Привыкнет, привыкнет со временем. Получается, что вы первая, кто взял малыша на ручки. Так выходит, да? Да, Аленочка, потому что еще лежала под наблюдением врача, там врачи с ней. А мне сказали, пожалуйста, берите, нянчитесь. Поэтому я взяла первая его на руки. Будете потом рассказывать ему, когда подрастет. Здесь также звучали вопросы относительно отчества. Друзья, вам Алена попозже обязательно сообщит и про имя, и про отчество, про все-все-все. На кого похож, мы тоже уже отвечали на этот вопрос. Татьяна Владимировна говорила, что пока очень сложно сказать, на кого все-таки похож. Алена считает, что и от мамы, и от папы малыш взял все самое лучшее. Скажите, пожалуйста, были какие-то сейчас неожиданные поздравления от людей, от кого не ожидали, что они позвонят вам и напишут? Или Алене? Может быть, Рита Ларченко вам писала? Нет, не писала напрямую. Нет. Не писала. К сожалению, вот как-то за тебя от Риты Ларченко. И не получили. Мы как-то и не ждем этого. Поздравить хорошо, не поздравить хорошо. Достаточно добрых слов сегодня и так звучит. От близких людей, от самых родных, кто действительно очень счастлив за Алену. Вопрос еще такой. Татьяна Владимировна, с вами Алена наверняка делилась как-то своими страхами перед родами. Или, может быть, после родов сейчас она переживает из-за чего-то. Какие у нее сейчас причины для волнения? В чем вам приходится ее, может быть, успокаивать где-то? Вы знаете, я смотрю на нее, что она как-то ровная. Что она себя изначально как настроила, что все хорошо. Мама, все, роды у нас продают хорошо. И вот схватки были, и она там не кричала. Вот она вот, молодец, какая-то у нее сила какая-то вот эта вот есть. То есть она вот не настраивает себя на плохое. То есть все на хорошее. Я говорю, ты вот, Павел, ты такая молодец вообще. То, что как настраиваешь себя, вот так оно все идет. А она проходила какие-то, может быть, курсы, училась, как правильно себя вести, как правильно дышать? Я много читала. То есть курсов у нее не было, но читала много. Самый часто задаваемый вопрос после вопроса об имени ребенка, это через какое время Алена с малышом приедет на Дом-2? Это вопрос решенный уже или будете по ситуации смотреть? Ну, мы как бы решаем, когда малыш у нас окрепни, ну, это где-то будет месяца три. Ага. То есть окрепни, да, и тогда уже мы можем прийти спокойно на проект. Сейчас пока малыш маленький, пока сидим дома. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Татьяна Владимировна, она очень счастлива. Как видите сами, у нее глаза сияют, если бы вы это видели сейчас еще вживую. Вас бы это тоже очень тронуло. Татьяне Владимировне и Алене, очень приятно читать ваши поздравления и получать их от вас. Очень большое вам огромное спасибо. Мы будем на связи все время. Спасибо Татьяне Владимировне за то, что мы через нее все узнаем, что она нам рассказывает, докладывает, чтобы мы не переживали, чтобы вы не переживали. Вы все благодаря Татьяне Владимировне сегодня знаете. Так что большое ей спасибо за то, что уделила нам время. Сейчас она пойдет проводить время с малышом, потому что Алене нужно окрепнуть, ей нужно поспать, отдохнуть какое-то время. Сейчас, Татьяна Владимировна, это будет первый, наверное, такой момент, когда вы действительно останетесь один на один с внуком. Будете уже привыкать к роли бабушки. Вы уже бабушкой, уже очень много времени проводились. У меня есть девочка, так что мне не привыкать. Так что мне это легко и просто все. Так что сейчас я не осталась вдвоем, пока Алена будет отдыхать. Мы продолжим сообщать вам о самочувствии Алены, о самочувствии малыша, о планах Алены и Татьяны Владимировны. Еще выйдем неоднократно в эфир. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши поздравления и добрые слова. Татьяне Владимировне очень приятно. Следите за нашими эфирами. Мы все обязательно сохраним. Выйдем в эфир снова. Будем вам сообщать о последних новостях. Ждите новостей также от Алены на ее личной страничке. Обязательно следите. Она как только придет в себя, будет вам сообщать обо всем, что с ней происходит. Обязательно. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое. Попрощайтесь, наверное, с нашими подписчиками. Дорогие подписчики, огромное вам спасибо еще раз за поздравления. Конечно, вы все новости будете узнавать от Аленочки. У нас все хорошо, ребятки. Вы счастливы сейчас? Я очень счастлива. У меня двое. У меня девочка и мальчик. Полный комплект. Да, у меня полный комплект, ребят. Вообще здорово это. Спасибо вам большое. Друзья, следите за эфирами. Мы все сохраняем. Следите за следующими прямыми эфирами. Всего вам доброго. Всего доброго вам всем. Субтитры создавал DimaTorzok